Финансовый рынок наш состоялся, уже большой, и одна из проблем этого финансового рынка развитого в том, что население, к сожалению, не успевает за этим рынком финансово развиваться. То есть финансовая грамотность населения пока низкая. И поэтому складывается понятная ситуация, что мы из телевизоров, из радио, из газет слышим первый слоган, что банковский депозит ниже инфляции, поэтому деньги, которые лежат на депозите, они постепенно сгорают. Поэтому нужно искать альтернативные источники инвестирования. И все даже слышат слова «поевые фонды», «заверительное управление», но не все, я к сожалению думаю, большинство не понимает, что за этим стоит. И безусловно, вот этот разрыв между ситуацией, что накопление есть, и все понимают, что их надо, те, у кого они есть, что их надо куда-то вложить, начинают искать форму, куда вложить. И вот здесь не хватает как раз грамотности для принятия решения, то есть выбора вот этого места. И безусловно, вот этим есть достаточно финансовых аферистов, которые этим как раз и пользуются. Поэтому появляются газеты, те же самые, ну там система уже распространения рекламы, сайты, какие-то обучающие семинары, то есть где людям как раз и рассказывают, куда на самом деле можно вложить. И поэтому безусловно, как бы основная проблема, понятно, поэтому основная проблема, ну ее так и приходится решать, да, то есть повышать финансовую грамотность населения. И как раз в первую очередь самое простое, ну и самое, в моем понимании, эффективное на сегодняшний день через средства массовой информации, чтобы в тех же газетах, там же рядом появлялись пояснения, разъяснения о том, куда можно вкладывать, куда нельзя, что опасно, что не опасно, да, что целесообразно, что не целесообразно. Да, поэтому от средств массовой информации начали, да, то есть первый вопрос это прошлись по рекламе, да, и как бы, скажем так, выбили с поля рекламы тех аферистов, которые нарушали требования законодательства о рекламе, да, то есть к размещению своих объявлений. Ну а дальше уже начали в тех же газетах, как называемые, бесплатные газеты массовые, да, которые раздаются публиковать уже свои статьи, да, с попыткой анализа того, чем занимается та или иная компания, да, поэтому, ну вот такой простой, очень, мне кажется, убедительный довод, да, то есть если вы приходите в компанию, которая предлагает там 30% годовых, да, и вот она говорит, что мы готовы эти деньги вот у вас взять и буквально через месяц уже начать выплаты, либо через квартал, то надо как бы задуматься на тему, что вот есть банк, наверное, в минутах 5-10 ходьбы от того места, где вы слушаете эту компанию, да, рассказ о ваших предстоящих прибылях, который даст, даёт кредиты под 15-17-18-20%, да, и вот, а дальше подумать, почему вот эти умные ребята, которые обещают вам 30% годовых, не могут зайти, пройти эти 10 минут, зайти в банк и там взять под 20, а не под 30, ещё и выгод, для себя выгоду какую-то поиметь, да, то есть они, то ли они не знают о существовании банков, и только вы догадываетесь, что банки есть, и там оказывается дешевле, да, поэтому вот как только вы на эту тему подумаете, то, наверное, как бы можно догадаться, что в банке им, скорее всего, не дадут, а не дадут, потому что, наверное, проанализируют, какая страховая компания выдаёт за них стопроцентные поручительства и обязательства, какие земли, сколько там квадратных метров или соток у них есть, да, которые являются, кто там является гарантом, какие уставные капиталы и насколько вообще прибыльны, и вообще есть ли тот бизнес, в который они собираются ваши деньги вложить, да, то есть, скорее всего, банк на все эти вопросы ответит, получит отрицательные ответы и действительно не даст им денег. Поэтому дальше встает вопрос, а стоит ли вам рисковать и давать им деньги, да, потому что первое правило, если вы приходите в компанию, которая имеет право работать на этом рынке, да, имеет соответствующие лицензии, первое правило, компания не имеет права обещать вам доходность, да, то есть, как бы ни одна управляющая боевого фонда не имеет права гарантировать доходность. Она может рассказать о том, что за последние 3-5 лет они имели те или иные доходы, да, но не более. Поэтому правильный выбор, да, поэтому мы пытаемся вот это разъяснить средств массовой информации. Ну, безусловно, есть еще там формы работы уже различные, круглые столы, ну, это, безусловно, меньшая масса людей, которые могут их посетить. Какие-то есть формы работы со школьниками, ну, тоже это пока не имеет, скажем так, стопроцентного покрытия. Должна быть лицензия либо Федеральной службы по финансовым рынкам, либо Центрального банка, да, то есть вот это два вида организаций, которые находятся под контролем государства, да, то есть и соответственно риски, скажем так, риски мошенничества сведены к нулю, если вы заключаете договора с этими организациями. Второе, это гарантированные проценты могут обещать только банк, беря деньги на депозит. Да, все остальные формы инвестирования на финансовом рынке не имеют права обещать гарантированных доходов, да, поэтому если вам их обещают, то это должны быть стопроцентные сомнения возникнуть в ответ, да, вот на эти обещания. И третье, это именно размер этих самых обещаний и процентов, да, то есть потому что, ну, есть там ставка инфляции 10-12%, есть ставка банковских кредитов 12-15-17% пусть, да, как бы, и если вот это заманчивое и выгодное предложение выходит за вот эти пределы, да, я вам обещаю 20-30-50-100%, то есть не стоит играть в такие игры, да, то есть безусловно, как бы, вот такой есть трагикомизм ситуации, да, что часть обманутых вкладчиков финансово грамотные люди, которые понимали, что они несут деньги в пирамиду, но которые рассчитывали оказаться первыми, теми, кому успеют сделать первые выплаты, да, то есть, ну, это, такие люди, да, тоже есть. Я думаю, что большинству населения не стоит рассчитывать оказаться первыми, да, то есть из этой пирамиды какую-то выгоду получить, да, потому что это все игра с огнем. Глобальная цель инвестирования, да, глобальная, понятно, что у всех получить доход, да, но в какие сроки и какой доход, да, поэтому, если это какие-то краткосрочные вещи, да, я там понимаю, что год, два, три, да, то есть, наверное, и вы понимаете, что вы копите на какую-то, ну, вот, так, покупку, приобретение, да, вот в этом временном диапазоне, ну, я бы предпочел паевые фонды, вот так, облигационные либо ипотечные, да, то есть там, где вы понимаете фиксированную доходность, то есть риски там не такие большие, гарантии доходности более-менее понятны, да, то есть если этот горизонт все-таки там 5-10 лет, 15, если вы откладываете, скажем так, создаете свой пенсионный фонд, да, то есть какое-то вот свое накопление, да, то, ну, все равно бы смотрел бы на паевые фонды, просто, ну, поменял бы название именно на какие-то либо смешанные фонды, там, где будет инвестиции в акции и облигации, либо чисто акции, да, то есть если вы еще достаточно молодой, то лучше, то, наверное, акции, да, как бы если вы понимаете, что вот этот период накопления лет 10 и закончится, то, наверное, в смешанные фонды. Субтитры создавал DimaTorzok